Сегодня специалисты Госавтодорнадзора и ГИБДД рассказали об итогах проверки безопасности в пассажирских перевозках. Напомним, в июле в нашем крае произошли сразу два страшных ДТП с участием междугородных автобусов. За последние месяцы были проверены практически все автотранспортные предприятия региона. Большинство нарушений это несвоевременное прохождение техосмотра и несоблюдение режима труда и отдыха водителями. К примеру, водитель автобуса, попавшего в аварию под Балахту и 9 июля, совершал четвертый рейс почти без отдыха. Водитель автобуса, погибший во втором ДТП, по Дачинскому, тоже нарушил правила, посадил дополнительно еще 9 пассажиров. Технические экспертизы по этим ДТП продолжаются. Автоколонии номер 1967 временно запрещено выполнять рейсы в Кызыл и Новосибирск. 8 августа состоится судебное разбирательство, где представители Госавтодорнадзора будут требовать отозвать лицензию у этого перевозчика. Дорожные полицейские в свою очередь напомнили пассажироперевозчикам, стоит помнить о ремнях безопасности и в первую очередь о спецустройствах для детей. В автобусе все пассажиры должны быть пристегнуты, даже если это малыш на руках у мамы. Все автобусы, которые осуществляют междугородные перевозки, международные, обязательно должны быть оборудованы ремнями безопасности. Могут быть не оборудованы ремнями только городские перевозки и перевозки пригородные, до, по-моему, 50 километров от города, от населенного пункта.